Дворец культуры имени Юрия Алексеевича Гагарина с его многочисленными филиалами начинает работу, начинает открытие сезона, как мы поняли, в августе, то есть уже вот сейчас, уже скоро. Подробную информацию мы бы хотели узнать у Александра Ивановича Ламбейко, художественного руководителя этого замечательного учреждения. Добрый день, Александр Иванович. Итак, расскажите нам, пожалуйста, о том, как начинает работу Дворец культуры и его филиалы, ну то есть к чему нашему жителю Сергиеву Фасада и его округа быть готовыми в этом году? Ну, мы уже, скажем так, стало практически традицией, это мы уже не первый год, начинаем наш сезон не с сентября, как это раньше было, да, мы начинаем его в августе. И мы долго к этому шли, в принципе, это очень удобно, потому что многие родители не уезжают с детьми в августе, или, наоборот, уже возвращаются после отдыха и хотели бы, чтобы их дети уже тоже начинали заниматься своим досугом, да, и как-то себя реализовывали. Поэтому мы с августа месяца начинаем работу всех наших клубных формирований. Каждый желающий может еще успеть подать заявление и попасть в наши кружки и студии, кто еще не успел. На сегодняшний день уже более тысячи заявлений подано, уже они обработаны, приглашены на занятия. Это по всем направлениям, это и вокал, и хореография, и в наших филиалах декоративно-прикладное творчество, это и английский язык, и подготовка к школе, и хоровые коллективы, и наши гитаристы, инструменталисты. Поэтому, в принципе, мы всех ждем, мы приглашаем всех уже начинать посещать наши занятия, и, надеюсь, каждый найдет себе занятие по интересам и найдет, чем себя, скажем, реализовать свои таланты. Вы сказали о том, что уже около тысячи заявлений получено. В какой форме, в каком виде, в каком формате подаются эти заявления? — Заявление можно подать через сайт нашего Дворца культуры, там есть раздел «Подать заявление», записаться онлайн. Также у нас очень многие приходят прямо во Дворец культуры, потому что, ну и филиалы в том числе, потому что кто-то еще не определился, на какое направление он хочет, да, водить своих детей. И взрослые в том числе у нас записываются, как бы советуются, консультируются, узнают. Кому-то, может быть, времени очень удобно, да, они начинают искать другой коллектив, подбирать себе. Кому-то дни занятий, потому что сегодня такой темп в жизни, что наши дети посещают, да, множество кружков и направлений, и не только в одном учреждении, потому что и не в одном городе, скажем так, да. У нас есть, у нас просто есть даже такие, которые, вот, например, там и в Пересвете занимаются, ходят на какие-то дополнительные, да, образовательные программы и к нам ездят. Поэтому мы стараемся, чтобы каждому было комфортно и удобно. Вот. Заявления это, которые уже вновь пришедшие. Также, конечно же, у нас ежегодно наш контингент, который уже стабильный, он из года в год переходит. И мы, как бы, вот, поэтому заявления можно подать. По телефону есть, записываются, у нас звонят. Ну, скажем, это не то, что записываются, но узнают, когда можно прийти там на первое занятие, чтобы посмотреть, чтобы ребенок там понравилось, ему не понравилось. Потому что бывает такое, родители очень хотят, а дети не очень хотят. Поэтому мы стараемся, чтобы каждый ребенок мог посетить первое занятие, посмотреть, почувствовать себя, познакомиться с руководителем и уже в дальнейшем приступать к активной посещаемости. На консультацию к тому или иному педагогу попасть, в принципе, не есть сложности. Это можно по телефону 542-65-00 позвонить и узнать, да, по расписанию, в какие дни, в какое время занимается тот или иной коллектив. И чтобы понять, да, когда можно подойти, переговорить с педагогом, прийти. Ну, не обязательно прям сразу посещать занятия, да, а просто узнать там, какие условия, что нужно, когда, как. Вот, поэтому можно прийти во Дворец культуры. У нас всегда с утра до вечера, скажем, там с 9 до 5, вот сейчас в данном этапе с 9 до 5, пожалуйста, приходите. Каждый желающий может прийти. Наши специалисты нашего творческого отдела спускаются, в принципе, дежурят на входе. И если они там отошли, их пригласят, они все расскажут, покажут, покажут, какие расписанию, что уже сегодня какие коллективы уже работают, да, какие, например, там со следующей недели начинают работать, потому что, ну, тоже в зависимости от того, как готовы группы наполняемости уже готовы начинать свою деятельность. Задать вопросы можно на сайте написать, у нас есть вопрос-ответ в наших соцсетях, да, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. Пожалуйста, мы везде открыты, мы всегда готовы на контакт, на общение. Занятия у нас платные, но стоимость занятий у нас невелика, поэтому она, в принципе, доступна каждому. Вот. Есть льготы, которые предусмотрены, в принципе, законодательством, это там многодетные, да, семьи, неполные семьи, военные там какие-то, у нас есть льготы. Ну, в принципе, льготы есть, ознакомиться с льготами тоже можно, когда придет записываться, да, кто-то на какой-то кружок, это вся информация есть. Вот. Поэтому оплата ежемесячная у нас. Ну, перерасчеты по полничным, как везде, поэтому, в принципе, все очень лояльно. Скажите, пожалуйста, во всех ли филиалах сейчас дворца начинаются полноценные занятия в августе? Ну, значит, скажем так, немножко не то, что там во всех ли полноценные, неполноценные. В принципе, мы с августа месяца начинаем работу, да, но если группа еще не до конца укомплектована, то мы ее не обязательно, не факт, что мы ее можем сразу открыть. Вот. В принципе, как только группа формируется полным набором, который предусмотрен, то группа сразу открывается, и начинается работа. В филиалах меньше на сегодняшний день у нас. Начинают в августе коллективов, нежели во дворце культуры. Но тоже есть и в филиале родник, и в филиале наследия, и Загорские дали. В Тураково у нас начнется сезон в сентябре, в филиале Туракова. Ну, там свои особенности, свой такой, как бы, свой мир некий. Поэтому там вот есть некие нюансы. Там мы с сентября месяца начинаем. А вот уже в других филиалах тоже так же можно уже в августе начать заниматься. Ну, я думаю, что определенным плюсом занятия в коллективах, студиях, кружках Дворца культуры, его филиалах, все-таки является тем, что воспитанники имеют возможность контакта со зрителем, выступлений. Они задействованы в различных спектаклях, мюзиклах, новогодних представлениях. Ну, что называется, чуть ли не с нуля. То есть, вот это очень большой плюс. Это да, потому что все коллективы, которые у нас существуют в нашей большой сети, в нашей большой системе нашей, да, культурно-досуговой, на самом деле каждый участник коллектива имеет эту возможность реализовать свои способности, реализовать свой талант, да, и продемонстрировать его на нашей сцене, на главной сцене нашего округа. И поэтому это тоже, конечно, на самом деле не просто плюс даже, а, наверное, приходишь вроде получить удовольствие, да, чтобы себя как-то реализовать. И в то же время ты еще можешь поделиться своими способностями, продемонстрировать, показать, насколько ты талантлив, и чему тебя научили, и либо что в тебе заложено природой, да, и как там, как огранку, да, этого бриллианта его просто сделали, подчистили и показывают, и ты его показываешь. Это, конечно, на самом деле большой плюс, и в принципе, наверное, не просто плюс, для этого идут, чтобы себя показать и показать свои таланты. Двери Дворца культуры открыты для каждого. Приходите, мы ждем вас. Всегда ваш Дворец культуры. Я думаю, что дополнительную информацию наши телезрители могут почерпнуть на сайте Дворца, плюс телекомпания «Тонус» сейчас запускает новый проект, называется он «Культурная эволюция», и в рамках этого проекта у вас будет возможность ознакомиться с работой коллектива в студии, в кружках Дворца более подробно. Следите, пожалуйста, за нашей программой. Субтитры создавал DimaTorzok